Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы разберем с вами тему ХОБУ – хроническая обструктивная болезнь легких. Итак, хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБУ – это прогрессирующая и угрожающая жизнь заболеваний легких, вызывающая одышку изначально при физической нагрузке, предрасполагающую к обострению тяжелому заболеванию. Это определение нам дает ВОЗ. По данным исследования глобального времени болезни, в 2016 году распространенность ХОБУ в мире была на уровне 251 миллиона случаев. По оценкам, 3,17 миллиона человек в мире умерли от этого заболевания в 2015 году, что составило почти 5% всех случаев смерти в мире в этом году. Более 90% случаев смерти от ХОБУ происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. Итак, этиология. Факторы внешней среды и генетические факторы. Фактором внешней среды относятся курение, активные и пассивные, главный этиологический фактор развития заболевания. Дымоотжигание биологического топлива для домашнего приготовления пищи – важный этиологический фактор в слаборазвитых странах. Профессиональные вредности – органическая и неорганическая пыль, химические агенты. Генетическим фактором относится недостаточность альфа-1-антитрексина. В настоящее время исследуется полиморфизм генов микросомальной эпоксидной гидролазы, витамин D, связывающего белка, ММП-12 и других возможных генетических факторов. Итак, патогенез ХОБУ – это курение или загрязнение воздуха, приводит к постоянному воспалению и раздражению бронхов, разрушение эластина в соединительной ткани легких, это приводит к хроническому бронхиту или эмфиземе, приводит к обструкции или воздушным ловушкам, диспное, частые инфекции, и это все приводит к гиповентиляции, гипоксимии и гипертензии. На данном слайде вы можете видеть, что происходит именно в альвеолах. Хроническая обструктивная болезнь легких – это определение нам дает протокол МЗРК. Это распространенное заболевание, которое можно предупредить и лечить характеризующиеся стойким ограничением скорости воздушного потока, которое обычно прогрессирует и связано с усиленным хроническим воспалительным ответом дыхательных путей и легких на воздействие патогенных частиц и газов. Обострение и сопутствующие заболевания способствуют более тяжелому течению. Классификация. В качестве основной клинической классификации применяется комплексная оценка Хоббл по категориям А, Б, С, Д. Комплексная оценка по категориям объединяет оценку клинических симптомов по опросику КАТ и ММРС, степень бронхообструкции и риск обострений. Суммарная таблица выглядит так. Дальше мы рассмотрим более детально. Оценка симптомов Хоббл. Модифицированная шкала ММРС для определения степени выраженности одышки. Симптомы, а именно одышка, считаются выраженными, если больной по шкале ММРС набирает 2 и более баллов. Также есть тест КАТ. Влияние Хоббл на повседневную жизнь и самочувствие пациентов. Включает 8 вопросов. В результате 10 и более баллов следует считать, что у больного выражены симптомы. Вот так вот выглядит опрос ММРС. То есть здесь мы определяем 5 степеней влияния одышки. Так выглядит опросник КАТ. Здесь пациент сам отвечает на вопросы, то есть степень выраженности одышки по баллам. Оценка симптомов Хоббл. КАТ тест. Если от 0 до 10 баллов незначительное влияние Хоббл на жизнь пациента, 11-20 баллов умеренное влияние Хоббл на жизнь пациента, 21-30 баллов сильное влияние и 31-40 баллов чрезвычайно сильное влияние Хоббл на жизнь пациента. Степень бронхоабструкции при Хоббл оценивается по сперографическим данным. Спирометрия проводится после ингаляции бронхолитика с альбутамол 400 мкг. В качестве диагностического критерия применяют величину отношения ОФВ-1 на FGL, которое равно 0,7% и значение ОФВ-1. 1 степень легкая ОФВ-1 более 80 от исходных данных, 2 степень средней тяжести ОФВ-1 79-50, 3 степень тяжелого ОФВ-1 49-30 и 4 степень крайне тяжелого ОФВ-1 менее 30 от должного. Классификация степень тяжести ограничения скорости воздушного потока при Хоббл, то есть выделяют ГОЛД 1, 2, 3, 4, то есть здесь мы видим также легкую среднюю тяжесть, тяжелую и крайне тяжелую, также ОФВ-1 более 80, от 80 до 50, от 50 до 30 и менее 30. Итак, суммарная оценка происходит таким образом. Сначала спериметрические подтверждения диагноза происходят, вот ГОЛД 1, 2, 3, 4 по данным спериметрии ОФВ-1. Далее производим оценку тяжести ограничения воздушного потока, оценка симптомов риска обострения. Итак, история обострений. Если у пациента было 0 или 1 обострение, не приведшее к госпитализации, то он относится к категории АВ. Если более 1 или более 2, которые ведут к госпитализации, это СД. А дальше по опросникам. Если кат менее 10, то А и С, МРС 0,1. Если кат более 10, то B и D. Итак, комплексная оценка. Пациент категории А. Характеристика будет низкий риск, симптомов меньше. Класс по спериметрии ГОЛД 1, либо 2. Число обострений ГОЛД менее, либо равно 1. Опросник ММРС 0,1. Шкала КАД менее 10. Категория АВ низкий риск, симптомов больше, чем при А. ГОЛД 1, 2. Обострение также меньше, либо равно 1. Но опросники ММРС показывают КАД больше 10, а ММРС больше 2. Категория АВ высокий риск, симптомов меньше. ГОЛД 3, 4. Число обострений в год больше, либо равно 2. ММРС 0,1 балла, шкала КАД менее 10. Категория АВ высокий риск, симптомов больше. ГОЛД 3, 4. Число обострений в год больше, либо равно 2. Опросник ММРС больше, либо равно 2. И шкала КАД больше, либо равно 10. Определение фазы течения ХОБЛ. То есть фаза течения может быть обострение и стабильное течение. Обострение ХОБЛ определяется как острое состояние, характеризующее усилением респираторных симптомов при отсутствии других причинений. Ухудшение общего состояния. Продолжается от нескольких дней до нескольких недель и требует усиления терапии. Различает 3 степени тяжести обострений, также легкую, среднюю и тяжелую. Стабильное течение – это период, не связанный с обострением ХОБЛ. Характеризуется наличием стабильного по выраженности ежедневной симптоматики. Осложнение ХОБЛ. Дыхательная недостаточность, определяемая как по клиническим данным, так и по сатурации и газам артериальной крови. Также выделяют 1, 2 и 3 степень дыхательной недостаточности. На данной таблице приведены данные парциальное давление кислорода, сатурация кислорода и парциальное давление кислого газа при различных степенях дыхательной недостаточности. Также осложнение хронической легочной сердца – это гипертрофия правого желудочка или сочетание гипертрофии с дилатацией или правожелудочковой и сердечной недостаточностью вследствие заболеваний, первично поражающих функции или структуру легких или то и другое одновременно. Итак, диагностические критерии. Жалобы. Хронический кашель более 3 месяцев или усиление ежедневного кашля. Хроническое выделение мокроты или увеличение количества мокроты, одышка или ее усиление, появление или нарастание отеков. Анамнез. Курение, производственная деятельность, связанная с ингаляционной экспозицией иритантов, пыли, газов, паров, химических аэрозолей, загрязнение воздуха жилых помещений продуктами сгорания органического топлива при приготовлении пищи и отоплении в плохо проветриваемых помещениях. Загрязнение окружающего воздуха жилых массивов, неблагоприятная экологическая обстановка как фактор риска ХОБЛ окончательно не изучен. Наличие тяжелых обострений и госпитализаций по поводу ХОБЛ, проведение ранней вспомогательной вентиляции, кислородотерапии или вспомогательной вентиляции в домашних условиях. Физикальное обследование. Признаки бронхиальной обструкции, удлинение выдоха при аускультации, сухие свистящие хрипы и другое. Признаки эмфиземы. Бочкообразная грудная клетка, коробочный оттенок прокуторного тона. Участие вспомогательной мускулатуры и парадоксальные движения грудной клетки. Цианоз при наличии гипоксимии. Признаки дыхательной недостаточности. Могут выявляться признаки легочного сердца, гемодинамическая нестабильность, изменение ментального статуса. Отсутствие физикальных изменений не исключает диагноз ХОБЛ. Здесь мы видим два фенотипа ХОБЛ, эмфизематозный и бронхитический. Или по-другому эмфизематозный называют как розовые пыхтильчики и бронхитические синие с отбежкой. А тут лаватики. Лабораторные исследования. Общий анализ крови. Нитрофильный гликоцитоз, палочка ядерным сдвигом и увеличение СОЯ – это признак обострения заболеваний. При стабильном течении ХОБЛ существенных изменений содержанных гликоцитов не отмечается. С развитием гипоксимии формируется полицитемический синдром. Повышение числа эритроцитов, высокий уровень гемоглобина, низкое СОЯ. Повышение гематокрита более 47% у женщин и более 52% у мужчин. Повышенная вязкость крови. Общий анализ мокроты, увеличение вязкости, изменение цвета мокроты, микроскопические выявления повышенного количества лейкоцитов, эпителия. Микробиологическое исследование мокроты, то есть тоже проводится при обострениях, выявление возбудителей и определение чувствительности к антибиотикам. Цитологическое исследование мокроты. Повышение количества лейкоцитов, преимущественно за счет нитрофилов, возможно появление изнофилов, эритроцитов. Определение газового состава артериальной крови, при сатурации менее 92%, снижение уровня парциального давления кислорода, увеличение парциального давления углекислого газа, снижение pH крови. Коглограмма. Возможны признаки гиперкоагуляции. Инструментальные исследования. Рентгенография органов грудной клетки. При легкой степени хобл существенные рентгенографические изменения, как правило, не обнаруживаются. При установленном диагнозе хобл в период обострения рентгенография проводится для исключения пневмонии, спонтанного пневмоторекса, плеврального выпыта и других. Рентгенография органов грудной клетки дает возможность обнаружить эмфизему. На увеличение объема легких указывает плоская диафрагма и узкая тень сердца. На прямой рентгенограмме, уплощение диафрагмального контура и увеличение ретростернального пространства на боковой рентгенограмме. Подтверждением наличия эмфиземы может служить присутствие на рентгенограмме БУ, определяемые как рентгенологические рентген прозрачные пространства более 1 см в диаметре с очень тонкой аркообразной границей. Вот пример рентгенографии органов грудной клетки при хоблу. На первом снимке это объединение легочного рисунка при эмфиземе, гиперинфляция и уплощение диафрагмы. Второе это боковая проекция объединения легочного рисунка, расширение ретростернального пространства. Мы видим, стрелками указаны. Так, это рентгенологические признаки эмфиземы и есть две БУЛы на фоне эмфиземы. БУЛы указаны стрелками. Итак, измерение пиковой скорости выдоха. Значения ПСВ могут долго оставаться в пределах нормы у больных хоблу. Пикфолометрия показана для исключения бронхиальной астмы или если диагноз остается до конца неясным. При хоблу определение ПСВ необходимый метод контроля в период обострения заболевания, особенно на этапе реабилитации. Здесь на данном слайде указано, как правильно проводить пикфолометрию. И пациент может сам самостоятельно проводить ее в домашних условиях и вести дневник для определения возможных обострений. Спирография оценивают следующие основные показатели. Форсированный выдох за первую секунду. Форсированная жизненная емкость легких. Основным критерием, позволяющим говорить о том, что у больного имеет место хроническое ограничение воздушного потока или хроническая обструкция, является постбранхотерное снижение отношения ОФВ-1 и ФЖЛ менее 0,7. Причем это изменение регистрируется, начиная с первой стадии заболевания при легком течении ОФВ-1. Обладая высокой степенью воспроизводимости, при правильном выполнении маневра, постбранхотерное снижение ОФВ-1 позволяет мониторировать состояние бронхиальной проходимости и ее вариабельность. Бранхиальная обструкция считается хронической, если она регистрируется как минимум 3 раза в течение 1 года, несмотря на проводимую терапию. Проба с бронхолитиком применяется при постановке диагноза и дифференциальной диагностики при ХОБУ, прирост ОФВ-1 составляет менее 12%. Это спирография, проведение, то есть на первом рисунке спирометрия нормальная, и при втором спирометрии, когда есть абструктивное заболевание. Компьютерная томография грудного сегмента проводится, особенно КТ высокого разрешения, имеет более высокую чувствительность и специфичность для диагностики эмфиземы, чем стандартная рентгенография органов грудной клетки. КТ может также идентифицировать специфические анатомические типы эмфиземы, панаценарный, центраценарный или парасептальный. С учетом того, что стандартное КТ-исследование проводится на высоте вдоха, а в этом случае избыточная воздушность участков легочной ткани остается незаметной, при подозрении на ХОБУ КТ-исследование обязательно дополняет томографии на выдохе. В зонах нарушенной бронхиальной проходимости, равных по объему отдельным долькам, иногда сегментам и даже долям, при исследовании на выдохе выявляют участки повышенной воздушности, воздушные ловушки. Результат воздушной ловушки – это гиперинфляция. Показатели воздушной ловушки являются более близко соотносимыми с состоянием дыхательных путей пациента, страдающего ХОБУ, чем показатель ОФВ-1. Здесь мы видим КТ-картину при ХОБУ эмфиземы. Пульсоксиметрия применяется для измерения и мониторированной сатурации кислорода, однако она дает возможность регистрировать лишь уровень оксигенации и не позволяет следить за изменениями парциального давления углекислого газа. Если показатель сатурации кислорода составляет менее 94%, то показано исследование газа в крови. Пульсоксиметрия показана для определения необходимости оксигенотерапии. Если имеется цианоз или легочное сердце, или ОФВ-1 менее 50% от должных величин. ЭКГ обнаруживает признаки гипертрофии правых отделов сердца. Признаки такого осложнения ХОБУ, как легочное сердце, возможно выявление нарушения ритма сердца, позволяет исключить кардиальный гимнез респираторных симптоматики. ЭКГ позволяет оценить и выявить признаки легочной гипертензии, дисфункции правых, а при наличии изменений и левых отделов сердца и определить степень выраженности легочной гипертензии. На данной ЭКГ вы можете видеть признаки гипертрофии правых отделов, то есть П-пульмонали во втором отведении хорошо видны, они красными значками определены. Перечень дополнительных диагностических мероприятий Это биохимический анализ крови, альфа-1-антитрипсин, определение у лиц до 45 лет с эмфиземой легких, компьютерная томография легких по показаниям, фибробронхоскопия для дифференциального диагноза, обследование наличия синдрома абструктивного апноэ сна по показаниям. В дифференциальную диагностику мы проводим бронхиальные астмы, застойные сердечными недостаточными бронхоэктазами и аблитирующим бронхиолитом. Лечение. Медикаментозное лечение включает в основном три группы препаратов. Это бронхолитики, глюкокортикостероиды и антибиотики. В бронхолитике наиболее эффективный ингаляционный бета-2-агонист короткого действия, в комбинации с короткодействующими антихолинергическими препаратами, такие как ипротропия бромид. Наиболее удобно фиксированная комбинация фенотерола и ипротропия бромида. У тяжелых пациентов и в условиях отделения интенсивной терапии наиболее эффективно использование булайзеров для доставки препаратов. При уменьшении выраженности бронхоэкспективного синдрома возможно использование дозированных аэрозольных ингаляторов со спейсером. Внутривенное введение метилксантинов, таких как теофилин, аминофилин может использоваться только в отдельных случаях при недостаточном ответе на применение короткодействующих бронхолитиков. Метилксантины имеют большое число побочных эффектов, а их бронхолитический эффект выражен умеренно и значительно выступает ингаляционным симптомомиметикам и антихолинергическим препаратам. В таблице приведен перечень основных бронхолитиков при обострении хобу. Глюкокортикостероиды При обострении хобу, потребовавших госпитализации, системные глюкокортикостероиды сокращают время наступления ремиссии, улучшают функции легких и уменьшают гипоксимию, а также могут уменьшить риск раннего рецидива и неудачи лечения, снизить длительность пребывания в стационаре. Обычно рекомендуется курс терапии пероральным при низловом дозе 30-40 мг в сутки в течение 5-14 дней. Более длительные курсы системных глюкокортикостероидов нецелесообразны в связи с риском инфекционных осложнений. Использование буддесонида по 1-2 мг 2 раза в день через небулайзер эффективнее и безопаснее с точки зрения возможных побочных эффектов системных глюкокортикостероидов. Здесь мы видим режим дозирования буддесонида и приднизолона. Итак, антибактериальная терапия проводится при инфекционных обострениях хобу. В большинстве случаев эмпирические антибиотики не рекомендуется использовать профилактически. Рекомендуется назначать антибиотики пациентам с наиболее тяжелыми обострениями хобу в случае наличия всех основных признаков обострения усиления одышки, увеличения объема и гнойности мокроты или наличием двух или трех перечисленных признаков. Также антибиотики рекомендованы назначать пациентам с тяжелыми обострениями хобу, нуждающимся в инвазивной или неинвазивной вентиляции легких. Выбор антибактериального препарата Терапия выбора – это амоксицелин, клавулонат, внутривенное введение в комбинации с макролидом, цифалоспорин и третьего поколения, внутримышечный или внутривенно, цептриаксон, цифтазидин, цификсин, цифаперезон. Респираторные вторхинолоны, внутривенно, левофлоксоцин, моксифлоксоцин. Альтернативная терапия – это вторхинолоны, цифрафлоксоцин внутривенно, карбопинемы внутривенно, оксозалидиноны, линезолит внутривенно, аминогликозиды внутривенно, гликопептиды внутривенно и бета-локтамы с активностью к аурогенозу внутривенно. Хирургическое вмешательство – операция уменьшения объема легкого и транспортация легких. Операция по уменьшению объема легкого проводится путем удаления части легкого для уменьшения гиперинфляции и достижения более эффективной насосной работы респираторных мышц. Показания – это верхняя долевая эмфизема и низкая переносимость физической нагрузки. Буллэктомия – хирургическая процедура при буллезной эмфиземе. Удаление булл приводит к расправлению окружающей легочной паренхимии. Легочная гипертензия, гиперкапния и тяжелая эмфизема не являются абсолютными противопоказаниями для буллэктомии. Трансплантация легких улучшает качество жизни и функциональные показатели у тщательно отобранных больных с очень тяжелым течением хобу. Критериями отбора считаются ОФВ менее 25% отложной величины, парциальное давление кислорода менее 55 мм тутного столба, парциальное давление углевизлого газа более 50 мм тутного столба, при дыхании комнатным воздухом и легочная гипертензия более 40 мм тутного столба. Итак, респираторная поддержка кислорода терапия показана следующим пациентам, у кого сатурация менее 92%, парциальное давление кислорода менее 55 мм тутного столба, или при наличии легочной гипертензии, периферических отеков или полицитомии, гематокрит более 55%. Итак, на данных таблицах мы можем видеть показания к неинвазивной вентиляции легких и показания к искусственной вентиляции легких. К неинвазивной вентиляции легких показано при наличии хотя бы одного из следующих состояний, респираторный ацидоз по рожмению 7,35 или парциальное давление углекислого газа более 6 кПа или 45 мм тутного столба, тяжелая отдышка с клиническими признаками усталости дыхательных мышц или повышенные нагрузки на дыхательные мышцы. Итак, показания к искусственной вентиляции легких. Это непереносимость неинвазивной вентиляции легких или неэффективность ее, остановка дыхания или сердечной деятельности, дыхательные паузы с потерей сознания или ощущением у души, нарушение сознания, психомоторное возбуждение, неадекватно контролируемое при воздействии седативных средств, массивная аспирация, персистирующая неспособность к эвакуации бронхиального секрета, частота сердечных сокращений менее 50 в минуту с потерей активности, тяжелая гемодинамическая нестабильность с отсутствием ответа на инфузию и вазоактивные препараты, тяжелой желудочковой атомии, жизнеугрожающая гипотемия у пациентов. Итак, здесь мы видим тактику лечения при группе пациентов в категории А, Б, Ц, Д. И есть также рекомендуемая терапия первой линии, альтернативная терапия или другая возможная терапия. Итак, при лечении пациентов категории А, рекомендуемая терапия, это короткодействующий антихолиэнергический препарат по потребности или короткодействующий бета-2 агонист по потребности. В категории А, Б, длительно действующий антихолиэнергический препарат или длительно действующий бета-2 агонист. Категория С. Ингаляционный глюкокортикостероид плюс длительно действующий бета-2-агонист или длительно действующий антихолиэнергический препарат. Категория D. Ингаляционный глюкокортикостероид плюс длительно действующий бета-2-агонист или, возможно, присоединение длительно действующего антихолиэнергического препарата. Спасибо за внимание.